Всем привет, друзья! Это InfoGnezDos, удобный бизнес, и сегодня мы поговорим о KPI в ресторанном бизнесе. Не переключайтесь! KPI, Key Performance Indicator, это ключевые показатели в переводе с английского языка. Зачем они нам нужны? Для того, чтобы мерить наш бизнес. Если вы знаете нормативы каждого ключевого показателя в вашем бизнесе, вы с легкостью будете видеть отклонение от нормы и также стремиться улучшить эти показатели, чтобы сделать ваш бизнес прибыльнее. Итак, сейчас мы разберем ключевые показатели в ресторанном бизнесе. Их может быть миллион, но мы разберем основные из них. И первым будет, конечно же, мерило это среднее количество гостей в вашем ресторане. Как его можно мерить? Его можно мерить среднее количество гостей в день, по часовке и количество гостей за определенным столом, на определенной позиции. Этот ключевой фактор очень важен и он постоянно должен стремиться к бесконечности. Это вам надо знать. Увеличивая среднее количество гостей в день, увеличивается сразу же ваш товарооборот и, естественно, скорее всего и прибыль. Следующий немаловажный ключевой фактор – это средний чек. Средний чек можно считать по количеству счетов, распечатанных гостям, либо же средний чек на человека. Вот формула расчета. Средний чек на счет считается оборот поделить на количество счетов. Средний чек на гостя считается оборот поделить на количество гостей. Важно знать, что это один из трех основных ключевых показателей в ресторанном бизнесе и он тоже должен стремиться к бесконечности. Вы всегда должны работать с вашей командой над повышением продаж и увеличением среднего чека. Третий тоже супер основной ключевой параметр – это процент закупки. Кто-то называет его food and drink cost. В ресторанном мире принято считать за норматив, что food cost не должен превышать 35%. То есть средний показатель – это 25-35%. Но, запомните, он всегда должен стремиться к нулю. Вы постоянно должны оптимизировать свои расходы на продукты. В мерах разумного, конечно же. Многие бизнесмены недооценивают этот показатель в ресторанном бизнесе. Но важно знать, что 1% в food cost в плюс или минус может сэкономить, либо увеличить ваши затраты в количественном показателе. Приведу пример. Если вы, например, торгуете миллион долларов ежемесячно, то 1% – это 10 тысяч долларов. Соответственно, уменьшив ваш food cost всего лишь на 1%, вы заработаете себе дополнительно 10 тысяч долларов. Идем дальше. И следующий параметр – это средняя выработка на одного повара в час. Зачем нужен вообще этот показатель? Да для того, чтобы понимать эффективность ваших сотрудников на кухне, либо же на баре. Важно понимать, что благодаря этому показателю вы четко будете понимать, насколько загружены каждый из ваших процессов. И обоснованно сможете доказывать и показывать тому же шеф-повару, что он нуждается, либо не нуждается в дополнительной рабочей силе. Этот показатель считается по следующей формуле. Масса всех блюд, приготовленных, поделена на количество поваров в смене, количество смен, умноженное на количество часов в каждой смене. Норматив на одного повара составляет 600-800 грамм в час. Это значит, что в среднем каждый повар на кухне, он должен выдавать от 3 до 4 блюд в час, не меньше. Но, конечно же, вы можете оптимизировать работу кухни, либо бара и выдавать намного больше блюд. Следующий показатель – это количество блюд на гости. Как же его посчитать? Мы просто делим общее количество блюд на количество гостей. Этот показатель нам даст понять, сколько в среднем один гость у вас съедает за приход блюд. В среднем должно быть 2-3 блюда. То есть, это холодная закуска либо салат, основное и десерт по классике. Так что, если у вас это отклоняется в 1-2 блюда, это значит, что у вас непорядок либо с ценами, либо с ассортиментом, либо же просто официанты не продают. Следующий KPI – это соотношение выручки бара и кухни. Этот норматив в среднем считается 70% на кухню, 30% общей выручки зарабатывает бар. Но он также от концепции может варьироваться и доходить даже 50 на 50, если это тусовочные рестораны-лаунжи, либо дискотечные какие-то форматы. И тут самое интересное. Задайте сейчас себе вопрос. Если, к примеру, ваш ресторан зарабатывает 65 кухня и 35 бар, на кухне работает 10 человек, к примеру, а на баре 2. И тут бармен говорит, слушайте, мы как бы не справляемся, нам бы хотелось бы еще одного человека добавить себе в штат. Тут вы предыдущий показатель, который мы обсудили, применяете и смотрите, что бармены генерят вам в час столько-то коктейлей, либо напитков. И плюс они зарабатывают в общей массе вдвоем 35% от вашей выручки общей. И 10 человек работают над тем, чтобы заработать 75, 65% выручки. Так вот задумайтесь, стоит ли отказать бармену в еще одном сотруднике. Следующий показатель это соотношение по группам, по ланчам, например, завтракам и ужинам. Тут нет никаких норм, как должно быть, все зависит от концепции ресторана и в том числе, скорее всего, от места. Зачем нужен этот показатель? Для того, чтобы информативно увидеть в перспективе, где и когда вы зарабатываете. Скорее всего, часть денег ланчи будут принесить, хороший кусок ужины и, возможно, завтраки. И оценивая в процентном соотношении вот эту комбинацию, вы можете делать точку усиления по времени, выводив дополнительно людей, усиливая рекламу на завтраке, к примеру. И также повышая, соответственно, этот показатель в процентном соотношении. Дальше интересный показатель это структура выручки по группам. Вы, скорее всего, используете этот показатель. Он показывает вам по группам продаж бар, десерты, холодные закуски, салаты и так далее. И важно понимать, какие группы в сумме составляют 50% вашей выручки. Скорее всего, это будут 2 или 3 группы максимум. А остальные будут составлять меньшую часть. Так вот, здесь нужно начать работать над тем, чтобы они все выравнивались. И, соответственно, именно этот показатель поможет вам определить, где же у вас слабые места и что именно не продается. И, конечно же, все эти заморочки с KPI, они нам нужны ради одного единственного главного показателя, на который смотрят все фаундер бизнеса. Это, конечно же, рентабельность. В ресторане принято считать, что ресторан успешен с рентабельностью от 10 до 25%. Забудьте, кто говорит вам, что в ресторане хорошая нормальная рентабельность, вполне реально достижимая 35-40%. Не буду спорить, возможно, есть концепты, которые зарабатывают и такие деньги. Но, к сожалению, время сверхприбыли уже прошло. И, соответственно, для того, чтобы выйти на топ и зарабатывать 25% в месяц, вам необходимо применять все вышеперечисленные KPI. Напомню вам, как считается рентабельность. Это прибыль, поделенная на всю выручку и умноженная на 100%. Друзья, запомните, что KPI – это не просто модное бизнес-слово. Это ключевые показатели, которые помогут вам, как нео в фильме «Матрица» видеть свой бизнес в цифрах. Это очень важно, потому что именно показатели помогут вам предотвратить какие-то негативные моменты в вашей компании, которые вследствие приведут к потере прибыли либо снижению выручки. И поэтому применяйте эти, которые я перечислил выше, либо свои, любые другие. Но знайте, что если вы ресторатор, без этих показателей вам никуда. Ну, а вам огромное спасибо, что досмотрели этот короткий выпуск до конца. Оставайтесь с нами, пишите в комментариях KPI, которые используете вы. Возможно, я что-то пропустил. И до следующих выпусков. Пока!